привет на канале бит тесла сегодня мы будем делать вот этой вот красоте интернет да да вы не ослышались когда вы покупаете новую теслу в россии она приходит без интернет ну как без интернета вы можете подключиться к вай фай но в дороге посмотреть ютюбчик netflix послушать spotify у вас не получится потому что в машине стоит есть сим которая не работает с местными операторами и нужно ставить физическую симку денис любезно согласился сегодня проделать эту операцию на моей машине а также побеседовать и рассказать какие есть подводные камни тонкости нюансы в использовании и в самой процедуре установки физической симки смотрите внимательно погнали я не слышал зачем вообще в принципе ставить сим-карту физическую что не так съесть им которые есть по умолчанию и sim это симка которая оплачивает tesla и она просто в роминге находится в россии они не активируют возможно это когда-то изменится когда сервис у нас приедут официально не расширит но пока есть им родная не ловит сигнал в россии поэтому приходится ставить внешнюю симку понятно слушай по поводу операторов и тарифов но тоже без рекламы той объективный взгляд есть американки есть европейки соответственно есть большая четверка операторов плюс йота плюс какие-нибудь альтернативные что лучше выбрать когда для американки так как они работают с американским модемом которые даже кто не советует менять есть такая операция там 300 долларов поменять модем вытащить его поставить евро тогда будет доступен edge и 3g частоты допустим машина гараже стоит это может быть удобно но если американка там только lte частота 1700 герц она пересекается диапазоном в россии и подходит оператору который лучше все работает москве на американке мы советуем теле 2 ставить потому что у теле 2 только lte частоты есть в москве по лицензии и у них покрытие нормальный поэтому из lte мегафон нормально работает но бывают проблемы когда машина перестает связь ловить это решается через поддержку нас было таких четыре случая или три когда машина перестает связываться как-то там активация через оператора помогает мтс ловит нормально в принципе бывает надо 50 и какие-то места где лп не ловит американка заметно который только лте умеют бывает что вот за этим за домом заезжаешь там не ловит как-то там паста странно билайн отлично работает вот европейки ставили и эти нормально просто сам пользовался пилайна понял помню что у них lte не очень тоже пятнистая то есть ведь американка то лучше оператору которого теле 2 полное покрытие какой-то ну как теле 2 если американка если евро модем то в принципе все равно главное решить вопрос активации как мегафон мы встречали несколько раз окей про операторов поговорили а как оператор вообще видит теслу как устройство это модем это больше планшет потому что есть тарифы в которых есть ограничение на раздачу оператор может видеть что вы используете симку или телефоны допустим модеме за счет того что открывается очень много над портов то есть роутер очень специфично работает он открывает для новых других клиентов внутри под собой кучу портов для трафика и нету смысла покупать тариф для машины нет смысла покупать тариф для модема дорогой до не смысла покупать тариф для умных устройств там мало трафика то есть целом гигабайта на неделю если ты смотришь youtube постоянно на парковке это нормально то есть пакета 5-10 гигабайт вот за глаза хватает любой самый простой тариф без без там пакетов каких-то естественно продавцы салона будут говорить что у вас машина нам нужно вот и у вас модем вот нужно это нет там 300 400 рублей в месяц понятно нормально комфортно расскажи по поводу инструментов что нужно для того чтобы совершить процедуру замены симки съесть именно физическую ну первым делом нужно снять крышку под бардачком сажирского сидения разные машины по-разному американки как правило на 4 клипса грибочках которые просто вынимаются и крышка отваливается отсоединяется подсветка динамик отстегивается и принципе вот доступ к компьютеру есть на европейках я ставил используется еще торкс и винтик т-15 которая выкручивается и там одна или две клипсы зависит от на трешках там 2 клипсы на 1 клипса дальше нужно на рестайле спереди оторвать защелки и на крышка отваливается бардачок снимать не нужно ничего там больше разбирать не нужно машина в принципе обесточивать тоже не нужно это что считается крышки дальше нужно подлезть на нижний торец компьютера там будет два слота один побольше другой поменьше слот маленький трогать нельзя там изи карточка стоит в большой нужно ставить симку его не видно никак вот и головы не подлезть лучше использовать зеркальце можно такой с подсветкой любое подойдется зато сразу видно как ты вставляешь самое главное сим вставлять ровно не не пережимать что бутерброд не сломался этот и чтобы симка не попала внутрь компьютера зеркальца она позволяет и симка идет ровненько хорошо бывает так что на симке остаются от адаптера заусенцы с ними она не влезет нужно с ножичками скромника сделать это наставляется хорошо вот есть такой инструмент на синдиверс есть модель что можно для сим-карта вставлять а дальше нужно обязательно проверить что она пружинит на своем месте миллиметр когда она пружинит значит что она стоит на своем месте что вытащить ее нужно вот серенький такой вот есть квадратик справа вот его на сторону потянута симка вы какие риски есть при физической установки то есть что что там может пойти не так рисков только если вы сами будете ставить сим-карту можно поставить мимо то есть выше слота она тогда по компьютеру упадет может развалиться бутерброд из этих вот микросим наносим этот вот он может заклинить там немножко больше нет но статическим электричеством не стоит конечно компьютер касаться потому что обычно это делается на включенной машине никто не отключают заранее такой базовой операции слушать читал часто в чатах ютюбе умельцы зачем-то удлинители ставят чтобы менять симки что думаешь на это все это вообще практическая за штука часто нужно симку менять и что вообще удлинитель симки могут захочешь поменять все тариф не нравится это может быть если ты купил какой корпоративный тариф который потом заблокировали каким-то образом какой-то левый там где-нибудь но один раз поставив самостоятельно симку я думаю что ты поймешь что это очень просто тебе это не понадобится никогда плюс удлинитель достаточно такая странная вещь с алиэкспресса который может давать свои сбои может переламываться ты сам зажмешь как-нибудь крышкой этот но это мне бардачке хвост торчит где-то там под крышкой но я бы не стал просто связываться потому что никакая сим-карта не рассчитана на работу через какие-то длинные правда хотя он такого размера 10 сантиметров но один раз поставить сим-карту ты можешь вытаскивать вставлять поймешь я так понимаю что просто вставить симку будет недостаточно просто ставить симку недостаточно нужно до сказать машине чтобы она и увидела то есть программное переключение то что происходит в этот момент в машине стоит компьютер которым есть куча настроек инструкции и есть soft toolbox официальный который позволяет некоторых этих настроек сервисных менять в том числе середины двадцатого года появилась настройка toggle sim которая переключает сим-карту на использование внутренней сим-карты отключает включает внешнюю сим-карту это есть только на компьютерах версии 225 и 3 вот на вай третий стоит у меня на 19 год стоит два с половиной компьютер тут версия автопилотного компьютера и в принципе все которые с восемнадцатого года выпускались машину у них есть так или иначе этот слот он по-разному выглядит но его можно вставиться и подключиться и toolbox toolbox кабель это специально такой разъем на алиэкспрессе покупается обычный патчкорд врезается и вставляется под рулем машина есть фишечка это только у трешек и игреков у sx там чуть-чуть другой разъем фактор называется он чуть другого работает но в принципе снова другой кабель есть под с x но установка на sx совершенно другая там симка стоит в компьютере нужно снимать дальше подключается прописывается ip-адрес тотичный на ethernet адаптере в ноутбуке этого света ip-адрес до главного компа это адрес который мы себя просим сделать этот маска по сети это данный горе что она connected после того как мы это сделали заходим в chrome и вводим так в адрес пробуя подключиться к компьютеру просто что он работает этот открывается вот такая панелька на ней не работает но знать что зерна это работает и можно дальше идти но тоже после этого можно открывать toolbox к слагам он не сразу логинен было это по сути аккаунт tesla наличные куплены и там помещенная подписка годовая как-то годовая подписка 2000 долларов месячная 333 доллара стоит можно покупать американскую обычной карты российской никаким ограничения то что был доступ к toolbox 3 потому что есть планы которые только доступ к мануалам дают нужно которую диагностика software toolbox 3 333 доллара на месяц важно еще в хроме настройках сайта дать разрешение на незащищенный контент небезопасный контент и без грудь не подписывают подписи цифра что-то там короче не то что машина должна колоколки подключаться на гром получается колоколки смысле вот после этого можно нажимать connect отключается машину выгружает список действий которые она готова делать только у каждой машины свои действия и допустим на ранние прошивки 20 этого года нету функции переключения 7 но приезжали машины которых на 19 года прошивку и сертификатов застряла и вот не для этого есть это повелось по сути год назад дальше выбираем переключить сим-карту ну то есть это что штатная заводская некая функция то есть не то что мы там ломаем сейчас это прям официальный вот самое главное здесь нет галочку по умолчанию статус тогда включить и sim нам нужно отключить его и модель перезагрузить нажимаем submit и в принципе все здесь можно в логе видеть что интернет дисей болт экстренул и не был то что нам надо как раз дальше все зависит от оператора в этот модем под перезагружается бывает секунд 10 20 появляется сигнал бывает андре минуты иногда перезагружаем машину ну давай подождем посмотрим обычно две минуты ждем если ничего не появилось и гружая машина если ничего не появилось после этого обычно проверяю что симка пружинит это обычно она должна служить начнут до конца стоит очень многие кто сам ставит не до конца и защелки есть какая-то разница в использовании физической симки в россии сравнению такой же ситуации но когда у тебя есть им в европе вот я слышал про засыпание машины да да тут не так как номер машины которые прописаны есть им номер телефона знает тесла на когда открывать приложение делает действие вайкап называется но и она посылает смс к машине машина в течение несколько секунд просыпается и входит на связь и доступно в приложении для управления так как номер нового там теле 2 билайн оператора тесла не знает приходится это делать в россии самостоятельно или отправлять сообщение она конечно ничего не отвечает вот такой диалог ну вот иногда звонок помогает кому-то то есть смс к первое с не получилось можно позвонить там в течение пару минут машина проснется еще на пять минут и начнет работать перевел в чате умельцы делают автоматизацию что при запуске приложения сири отправляем это радует хороший смс пакет наверно риф иначе но быстро очень съест приложение будешь часто открывать вот денис спасибо большое очень до классный обзор я твои контакты если не возразаешь оставлю в подписи потому что ну процедура важная необходимая каждому то левого ну относительно я бы не сказал что это супер приятно там ковыряться спасибо большое денег нет прошло меньше минуты да все карты загружаются самое главное что машина теперь не потеряет свой сертификат она будет время на связи потому что чтобы машина обновил сертификат она должна за 10 дней до их окончания быть на связи если забыть там айфай подключить в момент или будет на парковке стоять она потеряет сертификат и будет очень больно и это визит варшава видим до 10 минут занимает процедура но зато теперь в тесле есть интернет еще раз огромное спасибо денису за эту быструю и эффективную операцию в планы в ближайшие пару недель у меня завернуть эту машинку в пленку поставить автоматический доводчик переднего багажника ну и вообще много много всего интересного пока не буду раскрывать все карты подписывайтесь на канал ставьте лайки колокольчики чтобы быть в курсе всех новых видео до новых встреч